Уважаемые коллеги, друзья, я не буду повторять слова Юрия Ивановича или мысли Юрия Ивановича. Сразу же перейду к изложению лекции. Задача такая достаточно трудная – представить некое направление современной практической медицины. Поэтому я постараюсь коснуться немножко истории и реальности, и проблем, и, наверное, взглядов на пути решения этих проблем. Итак, понятие бариатрической хирургии в современном смысле объединяет в себе различные методики оперативных вмешательств на органах пищеварительного тракта, направленные на снижение избыточной массы тела и лечение ассоциированных с ожирением заболеваний. Подчеркиваю, именно еще и лечение ассоциированных с избыточной массой тела заболеваний. Как отдельная область медицины, бариатрическая хирургия появилась в 50-х годах прошлого века. И в течение полутора десятилетий почти все разработанные методики хирургического лечения ожирения основывались на идее управляемой малябсорбцией, реализовавшейся уменьшением длины тонкой кишки. Ну, это юно-релиальное шунтирование. Операции данной группы обладали хорошим клиническим эффектом, однако обладали и большим количеством побочных негативных последствий. Но вот, в качестве иллюстрации, это материал, собственно, клиники Первого Ленинградского медицинского университета как раз в конец 70-х годов. В течение первого десятилетия применения бариатрических операций стали понятны метаболические их эффекты. В первую очередь, это касалось нормализации показателей углеводного и липидного обмена. Таким образом, бариатрическая хирургия стала рассматриваться в качестве метода лечения, ассоциированных с ожирением заболеваний. То есть, это больше 50 лет назад уже. С 70-х годов прошлого века стали разрабатываться хирургические методики лечения ожирения, основанные на эффекте рестрикции, то есть, ограничение количества единомоментно принимаемой пищи за счет уменьшения объема желудка. Данные методики практически не имели побочных последствий, но, к сожалению, обладали недостаточно стойким эффектом контроля избыточной массы тела. Ну, вот тоже иллюстрация. К середине 70-х годов прошлого века стали окончательно понятны возможности, достоинства и недостатки методик, как малярисоактивных, так и рестриктивных. И для снижения частоты отсрочных осложнений и улучшения контроля избыточной массы тела стали уже разрабатываться операции, которые включали оба механизма действия. Таким образом, к началу 21 века были предложены, разработаны все применяемые в настоящее время для лечения ожирения и ассоциированных с ним заболеваний хирургические процедуры. В конце же 20 века и в 90-е годы Эдвардом Мэйсоном, одним из пионеров, основоположников бариатрической хирургии, были сформулированы ее принципы, которые, в общем, являются основополагающими в настоящее время. Это, конечно, безопасность непосредственная и долгосрочная. Обратимость, то есть возможность физиологического восстановления или восстановления физиологии пищеварительной системы при развитии побочных эффектов. И, конечно, долгосрочная эффективность контроля массы тела. В настоящее время показанием бариатрической операции считается ожирение третьей степени с индексом массы тела 40 и более, независимо от наличия ассоциированных заболеваний. Или ожирение второй степени, это индекс массы тела 35 и более, при наличии ассоциированных с ожирением заболеваний, но это, в первую очередь, конечно, речь идет о сахарном диабете, дислибитомии, артериальной гипертензии, нарушение репродуктивной функции, ну и так далее. То есть заболевания, связанные с избыточной массой тела. В научном сообществе и дискуссионном остается вопрос о целесообразности расширения показаний для хирургического лечения ожирения первой степени, то есть это индекс массы тела 30 и выше, при наличии ассоциированных заболеваний. Но есть аргументы и за, и против. Вопрос не тема сегодняшней лекции, но хочу сказать, что, видимо, наверное, все-таки решение о том, что это оправдано будет все-таки и российским научным сообществом тоже принято. Поскольку, действительно, какой смысл ждать, пока пациент наберет положенные 35 кг на метр квадратный, заболевания декомпенсируются или будут развиваться дальше. Ну вот, в качестве иллюстрации такие фотографии, в общем, не принято нам на бариатрических конференциях представлять, поскольку пациенты у всех приблизительно одинаковые, но более широкая аудитория, чтобы понятно, о чем мы ведем речь, конечно, вот такая категория людей вряд ли когда-то похудеет самостоятельно. Конечно, здесь требуются какие-то более активные методы лечения. Каковы задачи стратегические перед бариатрической хирургией? Ну, они в значительной степени вытекают из принципов Эдварда Мэйсона. Это максимальный эффективный контроль избыточной массы тела, эффективный контроль ассоциированных с ожирением заболеваний, максимальная безопасность оперативного вмешательства, ну и минимизация долгосрочных побочных эффектов. Ну, надо понимать, что у любого хирургической реконструкции всегда имеются свои отрицательные стороны. Господь не создал людям ни лишних органов. Какие методики на сегодняшний день являются регламентированными научными сообществами? Ну, собственно, здесь во всем мире в целом консенсус. Это регулируемое желудочное бандажирование. Про механизмы действия данной операции я не буду рассказывать, он понятен из иллюстрации. И про дольные резекции желудка. Это две методики с сугубо рестриктивным механизмом действия, то, о чем я говорил. Ограничение единомоментно поступающей пищи. Должен сказать, что бандажирование как самостоятельная операция постепенно теряет свои позиции. Наверное, скоро вообще перестанет применяться, хотя еще 10 лет назад, я правильно говорю, Иванович, это была, наверное, самая популярная операция. Причина тому, к сожалению, заключается, ну, в первую очередь, посмотрите, частота лицидива жирения. Бандаж не может стоять всю жизнь, его нужно удалять, и нужно пациенту предлагать что-то другое. То есть в любом случае после удаления бандажа есть риск рецидива жирения. Есть ассоциированные с самим бандажом осложнения, поэтому, в общем, эта методика постепенно сходит со сцены, хотя, в общем, она регламентирована всеми документами. Продольная резекция желудка. Более эффективная операция. Она, посмотрите, позволяет добиться достаточно неплохой редукции избыточной массы тела. Недостаток, частота рецидива ожирения составляет около 30%. Плюс этой операции, конечно, это в отсутствии всех остальных минусов, кроме риска рецидива ожирения. Я не буду более подробно комментировать, наверное, данные слайды. То есть очевидно, что продольная резекция желудка из применяемых или разрешенных на сегодняшний день рестрактивных процедур является единственно обоснованной с точки зрения эффективности и долгосрочных результатов. К операциям с комбинированным механизмом действия, то есть малябсорбция и рестрикция, относятся желудочное шунтирование. Но вот здесь представлены две, опять же, регламентированных гайдлайнами методики. Это классическое шунтирование в варианте Руэн-Вай. Видите, да? Собственно, когда-то Эдвардом Мэйсоном методика желудочного шунтирования была взята из резекции желудка при язвенной болезни. Ну, не хирургик, но постарше. Наверное, помнят эпоху лечения язвенной болезни. Резекция желудка. Сейчас это все уже канало в лето. Конечно, разница между гастро-шунтированием и резекцией желудка заключается только в том, что культя желудка, вот видите, маленький желудочек, он меньше по объему, чем в классике, а дистальная часть желудка сохраняется, не удаляется. Ну и приблизительно тот же вариант шунтирования желудка, только культя формируется в виде тропки. Это желудочное шунтирование на омега-петле или, как принято называть, среди бариатрических хирургов, желудочное шунтирование с одним астамозом. И еще один вариант комбинированных методик, это, наверное, самая эффективная методика лечения ожирения и ассоциированных с ним заболеваний, это белиопанкреатическое шунтирование. Слева представлено белиопанкреатическое шунтирование хес-марсо, но вот обратите внимание, что здесь трубчатая резекция желудка с сохранением пилоруса, ну и дальше удаление дистальной части желудка, чем эта операция, в общем, принципиально отличается от гастро-шунтирования, ну в том числе. Ну и тот же вариант, или вариант той же операции, только с одним астамозом, операция имеет название стадия. Безусловно, данные категории операций, то есть двумя механизмами действия, они более эффективны в контроле и избыточной массы тела, и ассоциированных заболеваний по сравнению с рестриктивными методиками. Посмотреть потери избыточной массы тела у желудочного шунтирования достигает 8 процентов билипанкреатического больше 90. Частота повторного набора веса, к сожалению, это встречается после любой операции. Юрий Иванович, присутствующий здесь, председательствующий, является сторонником именно билипанкреатического шунтирования. И по-моему, это ваша цифра, да? Там 37 процентов. То есть после вашего желудочного шунтирования частота рецидива ожирения больше. Недостатками этих методик, к сожалению, является риск развития нутритивного дефицита после билипанкреатического шунтирования, конечно, риск выше. Это накладывает, естественно, свой отпечаток на выбор данной методики операции. Но если сравнивать, это усредненные, Юрий Иванович, цифры, но желудочное шунтирование здесь не указана методика. Средние цифры РУН-2 и 1-анастомозные, и также билипанкреатическое шунтирование. Я понимаю, что надо говорить либо о той, либо о другой методике, но это усредненные цифры. Но и видишь, что по всем показателям билипанкреатическое шунтирование, конечно, имеет преимущество, но, к сожалению, имеет свои недостатки. Итак, я перечислил целый ряд методик, по каким же критериям происходит выбор между ними. Ну, если как-то пытаться объективизировать критерии, то, наверное, при наличии ассоциированных с ожирением заболеваний, более предпочтительными являются комбинированные методики, имеющие не связанные с потерей веса метаболические эффекты. Эта речь как раз идет о желудочном или билипанкреатическом шунтировании. При ожирении беззначимых метаболических нарушений предпочтительно являются рестриктивные методики. Это продольная резекция, но бандажирование желудка, я уже говорил, постепенно сходит со сцены. К сожалению, при выборе методики операции требуется учитывать не только объективные, но и целый ряд субъективных моментов. Пол и возраст пациента, поскольку все-таки малябсорбция для пациентов старшей возрастной группы с остеопорозом нежелательна. Пищевые привычки пациентов, социальный и интеллектуальный статус, понимание положительных и отрицательных сторон каждой методики пациента. Играют роль, конечно, и личные предпочтения пациента по выбору методики поддержки родственников. Это, в общем, мы все рабы социума, поэтому, конечно, это все важно. Общая комплоентность, конечно, место проживания и возможность обратиться за медицинской помощью, поскольку пациент, живущий в мегаполисе или где-то на территории, там, не знаю, Крайнего Севера, это, конечно, разное. Позвольте теперь обратиться уже от общих рассуждений к конкретике, к цифрам. Ну, вот это восьмой репорт и в соль регистры 23-го года. За 23-й год, по данным Международной ассоциации бариатрических хирургов, количество данного вида операций в мире выполнено больше полумиллиона, миллиона, больше 500 тысяч. Оно реально, наверное, еще больше, поскольку не все клиники подают информацию в регистр. Ну, видите, что, естественно, лидеры Соединенных Штатов на население 330 миллионов. Посмотрите, выполняется 240, ну, наверное, реально там ближе к 300 тысячам операций, то есть реальная потребность – это тысяча операций на миллион населения. В Бразилии с населением 220 миллионов выполняется 70 тысяч операций, ну, последняя Россия – это почти 8 тысяч операций на население 140 миллионов. Какова структура первичных бариатрических операций, то есть впервые выполняемых пациентам, с ожирением? Ну, посмотрите, доминирует, конечно, продольная резекция желудка, она составляет больше 60%, приблизительно 30% операции в те или иные варианты шунтирования. Если говорить о повторных, то есть когда случился повторный набор веса, то посмотрите, как раз прямо противоположная ситуация. Конверсии в продольную резекцию желудка выполняются крайне редко, ну и вообще, наверное, так в нашей среде вызывает несколько недоумений. Вот, наоборот, шунтирующие операции, они доминируют и выполняются практически в 70% случаев. Ну, это тоже понятно, поскольку продольная резекция желудка тема хороша, в том числе, что, к сожалению, при рецидиве ожирения она без особых технических сложностей конвертируется в желудочное шунтирование в том или ином варианте. Важный вопрос, который обязательно возникает в любой аудитории – это частота осложнений. Ну, посмотрите, это, опять же, данные ИВСО за 2023 год. Средний показатель где-то полтора процента, Соединенные Штаты около одного, процент России около одного, но, в целом, это достаточно безопасная область хирургии в настоящее время. Какие же общие проблемы на сегодняшний день существуют у бариатрической хирургии? К сожалению, это отсутствие универсальной методики, не имеющей недостатков. К сожалению, у всех методик есть свои изъяны, больше или меньше. Повторим набор веса, который возможен абсолютно после любой бариатрической операции. Если после бандажирования желудка это 50%, то после билипанкреатического шунтирования 7%, но все равно у кого-то это возникает. Ну и, конечно, важной проблемой является развитие срочных негативных эффектов или других ассоциированных или возникающих вследствие выполнения бариатрической операции заболеваний. Примерно тому, может быть, не знаю, гастрозофагиальная рефлюксная болезнь, развивающаяся после продольной резекции желудка или остеопороз, развивающийся после билипанкреатического шунтирования. А теперь о России. Данные представлены Бекханом Паяловичем Хацеевым, это достаточно интересная очень работа. Это данные отечественного бариатрического регистра, изданные в 2024 году. Посмотрите, за 10 лет количество операций в России увеличилось, к счастью, почти в 5 раз. На сегодняшний день в России выполняется около 8-9 тысяч операций. Это 2023-2024 год. В данном регистре собрано 32 тысячи операций. За 10 лет, посмотрите, на долю продольной резекции желудка из этих 32 тысяч приходится на те же 60%. В процентах 17 тысяч на долю желудочного шунтирования в варианте Роэнтвай 2,5 тысячи. Шунтирование с одним настомозом 7 тысяч. Билипанкреатическое шунтирование, Илья Иванович, это объединенная цифра САДИ и Хес-Марсо, почти полторы тысячи. Ну и 4 тысячи других операций сюда входит и бандажирование желудка, и гастропликация, то есть менее популярные и менее эффективные операции. Посмотрите, структура повторных операций, она, в общем, соответствует почти мировым тенденциям. Продольная резекция желудка в качестве повторной операции используется приблизительно в 30%. В случае шунтирования желудка будут в 20%. Ну и остальные операции вы видите на слайде. Осложнения. Это на сегодняшний день актуальная тема, как я уже сказал, и для России в особенности. Смотрите на количество в 32,5 тысячи операций. Всего 770 при осложнении. Это 2,4 процента, там, запятая лишняя. Сюда считаются все осложнения. Это не только хирургические, но и пневмонии и так далее. Летальность в России составляет менее 0,1%. Из осложнений из того же регистра чаще всего после операции отмечается в качестве осложнений кровотечения, но тоже, видите, меньше процента несостоятельность швов, меньше процента раневая инфекция, ну и все остальные осложнения еще менее значимого рейтинга. Безусловно, при повторных операциях, как и в любой области хирургии, частота осложнений в два раза выше, чем при первичных операциях. Но это тоже, в общем, совершенно понятные для хирургии цифры. Любые повторные реконструктивные вмешательства, они, к сожалению, несут больше риск осложнений. Если говорить о причинах летальности, ну, после бариатрических операций, посмотрите, основная масса составляет тромбоэмболические осложнения. Если говорить о чисто хирургических кровотечениях и несостоятельности, это 16% по всей структуре летальности. Считаю, что Игорь Иванович, наверное, с вами согласится, что это, ну, цифры неплохие. Теперь позвольте несколько сакцентировать внимание на тех проблемах, которые, в общем-то, назрели, обсуждаются профессиональным сообществом бариатрических хирургов. Это те проблемы, которые взяты из разрабатываемого проекта порядка оказания медицинской помощи по профилу бариатрической хирургии, которая, в общем-то, разрабатывается группой во главе с Юрием Ивановичем Ешковым. К сожалению, чрезмерная популяризация данной области в практической медицине, то есть вот долго мы раскачивали, раскачивали, и вот данное направление становится более популярным среди пациентов, и, к сожалению, среди хирургов, в том числе и недостаточно подготовленных, что ведет, конечно, к росту числа сложнее, в том числе и тех, которые резонансно демонстрируются в средствах массовой информации. О недостаточном количестве подготовленных хирургов в этой области я уже сказал. К сожалению, и недостаточно клиник, обладающих достаточным опытом и возможностью лечения такой тяжелой категории пациентов, ведь это все пациенты не просто большого веса, они же коморбидные. Какие пути решения проблемы? Выполнение бариатрических операций только в лечебных учреждениях, обладающих необходимым материально-техническим обеспечением. И выполнение этих операций только подготовленным хирургам, прошедшим специальное обучение и сертификацию общества бариатрических хирургов, то есть допущенные профессиональным сообществом бариатрических хирургов к выполнению этих вмешательств. Введение полной отчетной документации по бариатрическим операциям с предоставлением всех данных в российский регистр для возможности контроля и внутреннего контроля, в первую очередь. Требования к оснащению клиника, которые занимаются бариатрической хирургией, это тоже очень важно, потому что лапароскопическая стойка, операционный стол и наркозный аппарат присутствуют во многих частных клиниках, но, к сожалению, это не позволяет сделать данную область хирургии безопасной, так как какие требования к оснащению клиник. Это, конечно, наличие специально подготовленной для выполнения подобных вмешательств операционной, об этом я скажу отдельно. Наличие обязательно отделения реанимации, потому что в случае возникновения любых нештатных ситуаций, да и часть пациентов изначально требует, по крайней мере, временного наблюдения в отделении реанимации интенсивной терапии. Наличие круглосуточной дежурной службы, наличие обязательных современных диагностических подразделений в пределах, но это, в первую очередь, естественно, речь идет о частных клиниках, подразделениях лаборатории, эндоскопии, рентген-кабинет, компьютерной томографии и возможности выполнения всего вот этого вот спектра в круглосуточном режиме. Требования к материально-техническому оснащению операционной это наличие операционного стола, соответствующего грузоподъемности с электроприводом, потому что это безопасность пациента, удобство хирурга, это безопасность пациента. Наличие современной эндовидеохирургической стойки, соответствующих инструментов, приспособленных для выполнения подобных вмешательств. Наличие современных электрохирургических инструментов, которые делают данное направление все-таки безопасным, а не просто монополярная коагуляция, которая используется нередко. Важным аспектом является, конечно, безопасная анестезия. Для этого требуется современный наркозный аппарат высокого или даже экспертного класса с возможностью выбора различных параметров вентиляции. Обязательно требуется оборудование для обеспечения проходимости трудных дыхательных путей, это видеоангелерной скопии, анестезиологические бархоскопы и так далее. Оборудование для проведения мониторинга и точного дозирования препаратов. Обязательно широкая линейка препаратов для проведения анестезии, мультимодальной и низкоопиоидной, поскольку для этой категории пациентов это принципиально. Использование препаратов с наименьшей продолжительностью действия и наименьшим распределением в тканях. Наличие препаратов для экстренного и планного реверса нервно-мышечного блока. Я специально не стал, или мы не стали, касаться требований к врачу-анестезиологу, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции. Но, конечно, необходимо отметить, что анестезиолог должен быть предельно опытным для проведения анестезии у данной категории пациентов в требовании к хирургам, выполняющим подобные операции. Как я уже говорил, это наличие клинической ординатуры, сертификат по общей хирургии, старший работа по специальности от 5 лет и более, то есть, когда все-таки у доктора есть опыт разных вмешательств и осложнений тоже, к сожалению. Регулярное выполнение общих хирургических лапароскопических вмешательств, общепринятого сейчас спектра, это холицитоктомия, пандоктомия, фонапликация, резекция желудка, наложение анастомозов, если не лапароскопические, то хотя бы традиционно. Обязательное требование прохождения курса усовершенствования по бариатрической хирургии под эгидой Российского общества бариатрических хирургов, выполнение не менее двух бариатрических операций с ассистенцией кого-то из ассоциированных членов общества бариатрических хирургов, чтобы на месте были объяснены все тонкости и возможные осложнения. Ну и, конечно, участие в съездах, конференциях общества бариатрических хирургов для обмена мнениями и для получения дополнительной информации. Важным условием, конечно, является и правильная подготовка пациентов, поскольку я уже не один раз останавливался на том, что это комморбидные пациенты, тщательный отбор, в том числе и психологический пациентов на операцию. Пациенты должны понимать, что, зачем и как делается. Обязательная предоперационная коррекция сопутствующих соматических заболеваний – это тоже, чем страдает, к сожалению, сегодняшняя отечественная бариатрическая хирургия, коммерциализированная. Когда пришел пациент, не до обследования или дополнительные обследования, это дополнительная финансовая нагрузка на пациента. Этот пункт должен соблюдаться неуклонно. У пациентов с сверхожирением или высокого риска должны использоваться все методы предоперационного снижения массы тела. Это что угодно. Установка внутришвуточного баллона, диета, терапия, фармакотерапия. Пациентов с запредельными рисками бариатрического вмешательства, конечно, на операцию брать нельзя. Как бы пациент этого не хотел или не хотел хирургия. Введение в послеоперационную переведение. Сообщество считает, что все пациенты должны находиться в стационаре первые трое суток. Или, по крайней мере, к этому надо стремиться отпускать. На следующий день после операции это крайне рискованно. На всех операциях должны выполняться необходимые регламентированные приемы контроля герметичности выполненных реконструкций наложенных соустей. Контроль клинических лабораторных показателей пациента в течение пребывания в стационаре. И, конечно, возможность очного наблюдения пациента, хотя бы в течение первой недели. То есть, если пациент иногородний, он может быть отпущен из клиники, но он должен быть в пределах доступности к тому доктору, который выполнил хирургическое вмешательство. Отдельная проблема или отдельные требования это к введению пациента в поздние сроки после операции. Конечно, эти пациенты должны иметь возможность пожизненно обратиться в ту клинику, где им выполнено хирургическое вмешательство. Консультации, советам в эпоху цифровых технологий это вообще не проблема. Контроль лабораторных показателей в зависимости от выполненной операции не реже одного раза в год. Если это вмешательство, маляпсоактивно и, возможно, это требуется и чаще. Возможность текстового обращения пациента в любую клинику, выполняющую бариатрические операции, при необходимости. Но если человек из Владивостока прооперировался в Москве и вернулся к себе домой, в Владивостоке выполняются эти операции. Конечно, доктора, которые работают в Владивостоке, должны принимать таких пациентов, оказывать максимальную помощь, наверное, консультируясь с хирургами, выполнившими вмешательством. Ну и, завершая свою кратенькую лекцию, где я, в общем, сделал акцент все-таки больше на проблемах отечественной бариатрической хирургии, на сегодняшний день, я скажу, что если достаточно строго соблюдать все необходимые правила, то удается достигнуть хорошего клинического результата Спасибо за внимание.